Вот такая картина сегодня утром наблюдалась перед мостом на жилой массив Кирпичный. Полицейские пропускали через ограждение лишь общественный транспорт. Водители остальных машин вынуждены были ехать в объезд, либо через мосты на Желянку и Заречный, либо через мост в промзоне города. Значительных пробок в первые половины дня ни на одной из этих переправ не наблюдалось. Но водители были обеспокоены, что если прямой проезд на Кирпичный не откроется к вечеру, то наступит транспортный коллапс. Ведь даже когда все подъездные пути открыты, все равно периодически возникают пробки на мостах у Желянки и Заречного. Особенно переживают из-за крытия моста таксисты, которые лишаются части клиентов, или вынуждены тратить лишний бензин на бесконечные объезды. Получите вы заказ на Кирпичный, как поедете, скажите? Через деревья поедем, как поедем? Там пробки большие? Да. Долго стоять? Долго будет стоять. Сколько минут примерно? Час наверное будет стоять. Через Желянку будет стоять. На данный момент мы не ощущаем, допустим, что какие-то есть изменения. Но вечером только будем домой возвращаться, и неизвестно, будет он открыт или нет. Поэтому на данный момент мы не ощущаем, что какие-то есть проблемы. Вечером как? Опасения вызывают? Как будете добираться? Если будет мост закрыт после 6 часов, то да, будет коллапс. И скорее всего мы попадем в очень большую пробку. Заказчикам переустановки газопровода на мосту на Кирпичный выступили городские власти. В прислужбе Акимата ранее сообщали, что перекрыт переезд будет до 6 часов вечера. Однако в Кастрансгаза и Мак рассказали, что свои работы они планируют завершить уже до полудня. В итоге движение по мосту было восстановлено почти сразу после обеда. На время ремонта также была приостановлена подача газа в близлежащие массивы до 5 часов вечера. В связи с подключением вновь построенного газопровода, среднего давления, временно переустановлена подача газа в ближайшие садоводческие коррективы. Работа производится в рамках проекта «Реконструкция моста через реку Ильяк» поселка Кирпичный. Заказчиком данного объекта является государственное утверждение отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Возобновление подачи газа планируется в 17 часов текущего дня, то есть 21 декабря 2023 года.